Для борьбы с бессонницей в мире было создано около трех тысяч эффективных снотворных. Однако, подавляющее большинство из них забраковали из-за серьезных побочных явлений. В итоге на полки аптек попали лишь три десятка препаратов. Но помогают и они далеко не всем. Придумать универсальное снотворное пока не получается. Но можно попробовать обойтись без него. Это программа на приеме у психолога. Меня зовут Михаил Хорс. Я клинический психолог широкого профиля. Сегодня говорить будем о бессоннице. Здравствуйте, меня зовут Тамара. Три года я страдаю бессонницей. Все началось с рождения моего первого ребенка, экстренные роды, кесарево сечение и проблемы со здоровьем ребенка. На фоне этих переживаний у меня развилась бессонница. Надеюсь, Михаил мне поможет справиться с этой проблемой. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Ну, расскажите, с чем пришли? Бессонница. Совсем перестала спать по ночам. Ну, как бы к этому я пришла со временем. Началось все с рождения моей первой дочери, Варварушки. Получилось так, что экстренное кесарево сечение, трудное появление на свет ребенка и мое длительное восстановление. Понял. И вы постепенно все меньше и меньше спали. Да, все меньше и меньше спала. Это было связано с проблемами здоровья ребенка. А потом просто перешло на такую степень, что вроде бы, казалось бы, спи не хочу, а уже никак. А уже никак. А днем вы досыпаете? И днем получается, что у меня перестало получаться досыпать. То есть мне дают возможность. Даже бывало так, что родители, муж забирали детей, я выключала абсолютно все, открывала окна, чтобы был свежий воздух. Но глаза круглые, не могу уснуть. Либо ночью, получается, встанешь к ребенку и все, потом ложишься, уснуть не можешь, крутишься, вертишься. Время утра. Какие мысли, Тамара, во время вот этого крутишься-вертишься? Что вы чувствуете, о чем думаете? Ой, мысли различные, начиная от того, как, опять же, себя чувствует ребенок, и заканчивая тем, что лежишь и думаешь, кто на улице чем занимается, разговаривает. Там кто-то пошел собаку выгуливать. То есть я это все лежу, слышу настолько. А эмоционально? Чувства отдохнулись. Это все-таки ведь какие-то тревожные, да? Такие неприятные состояния. Да, тревога. Такое ощущение, что должно что-то вот случиться, что-то вот как вот все дребезжит внутри, вот так бы я даже выразилась. Услышала, спасибо. И сколько вам удается все-таки поспать за день, за сутки? Ну, около пяти-шести часов бывает. Как-то урывками. Урывками, да, вот правильно, да, урывками. Потому что такого полноценного сна нет. Бывает, я могу вот лечь и уснуть прямо 10-15 минут, такие крепкие-крепкие, а потом все, просыпаюсь и вообще никак. То есть вроде бы спишь, но нет. И к чему это приводит, Тамара? Ну, приводит к тому, что все сыпется из рук, да и теряюсь в пространстве, то есть кажется, ну что, вот вроде бы бодра-бодра, раз, садишься, чуть-чуть расслабляешься, и такое состояние, как куматозное, что ли, появляется. Мешает. Да, мешает очень. Конечно же, если бы вам удавалось эти 5-6 часов поспать сразу, вам было бы гораздо легче. Да, да. Ну, вот что мы узнали о Тамаре. Вообще, бессонницу можно разделить как бы на три вида. Первый вид бессонницы – это органическая бессонница. Здесь психологу делать нечего, потому что этот тип бессонницы обоснован какими-то изменениями в теле человека, например, сосудистыми изменениями. Второй вид бессонницы – это поведенческая бессонница. Здесь можно поработать, но человек обычно сам понимает, что нужно, как говорит Тамара, открыть окна, проветрить комнату, не смотреть страшных фильмов на ночь, не ругаться, не сидеть в телефоне до полуночи. Так ведь? Так, да, абсолютно. А получается у вас это? Ну, да, в принципе, получается. Обычно человек сам прекрасно знает, что если он плохо засыпает, ему нужно ко сну готовиться. И третий вид бессонницы – это эмоциональная бессонница, когда человек не может заснуть из-за непрекращающегося внутреннего монолога, окрашенного, эмоционально окрашенного в тревожные цвета, что ли. Вот, скорее всего, тот вид бессонницы, с которым вы пришли. Да. Но вы современный человек, вы живете в этом обществе, и этот социум диктует определенные правила. В том числе в нашу жизнь очень плотно вошли смартфоны, которые нет-нет, да, отвлекут своим пиканьем перед сном, нет-нет, да, зазвонят, нет-нет, да, потребуют, чтобы мы туда, значит, нырнули. И это, конечно же, мешает нашей психике успокоиться перед сном. И вот, чтобы символически от, уж точно отстраниться от этого поведенческого вида бессонницы, я предложу вам сейчас вот этот гаджет, да, и что нужно сделать с гаджетом перед сном, как вы считаете? Ну, отключить звук, как минимум. А еще лучше? Выключить. Выключить. И положить его как можно дальше от себя. Это знают все, не все это, кстати, могут сделать, а если вы не можете этого сделать, значит, у вас гаджета-зависимость, но об этом мы будем говорить в другой передаче. Так вот, я сейчас как символ того, что нужно избавляться от поведенческой бессонницы простыми действиями, попрошу взять этот гаджет и сбросить его со стола вот туда. Прямо сбросить? Прямо сбросить. Бросайте. Кошмар какой. Вот это то, что нужно сделать, убирать вот эти перевозбуждающие нашу психику вещи, убирать из своей жизни. Убрали перед сном за два, за три часа, гораздо легче человеку будет заснуть. Ваша история, она, конечно, больше из области эмоциональной бессонницы, мы с ней как раз сейчас будем работать, а это мы сделали для того, чтобы те люди, у которых поведенческая бессонница, особенно, кстати, это может быть молодежь, подростки, чтобы они поняли, что гаджеты и сон крепкие вещи не очень совместимы. Спасибо вам за то, что вы мне помогли это понять. Замечательно. А мы сейчас с вами переходим к важному психологическому эксперименту. Мы сегодня вообще пройдем через серию психологических экспериментов, которые помогут вам по-другому взглянуть и на то, что с вами происходит, и на саму себя, и даже повлиять, скорректировать ваш сон. Для того, чтобы провести первый эксперимент, нам с вами понадобится определенный реквизит. Я его сейчас принесу сюда, и вы мне немножечко поможете его подготовить. Это два листа бумаги. Вы удивитесь, но мы готовим для вас постель. Да. Отлично, мы подготовили вам место для тренировки правильного сна. А теперь я вас попрошу встать и помочь мне организовать это место прямо вот здесь для вас. Замечательно. И, Тамар, предложу вам лечь прямо сюда. Прямо сюда? Прямо сюда. Мы играем в некую психологическую игру, очень важную, для вашего исцеления от бессонницы. Положу подушечку. Угу. Так, все, откладываемся. Ложитесь. И даже накрою у вас одеяло. Красота. Замечательно. Вот так. Как вы укрываете своих детей. Заботливо. Теперь закрывайте, пожалуйста, глаза. И слушайте, пожалуйста, Тамар, мой голос. Вот этот внутренний монолог, который преследует нас, не дает нам заснуть, отвлекает нас от сна, его можно отключать, этот навык по отключению этого внутреннего монолога, можно тренировать. И для того, чтобы управлять бегом своих мыслей, для того, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, нам с вами, Тамар, нужно вспомнить, что у нас кроме мыслей и эмоций есть еще тело. И фокусировка, фокусировка вектора внимания на своем теле помогает отключить внутренний монолог. Слушайте, пожалуйста, мой голос. И я вам сейчас, Тамар, предложу пробежаться своим внутренним взглядом по телу, постараться расслабить его и сосредоточить свое внимание на пальчиках ног. Почувствуйте их, почувствуйте, какая там температура, почувствуйте, из чего они состоят. Попробуйте сосредоточиться на каждой клеточке пальчиков своих ног. Может быть, вы почувствуете там пульсацию, может быть, изменится температура. Сосредоточьте свое внимание на пальчиках своих ног. Теперь сосредоточьте внимание на коленях. Сосредоточила. Замечательно. Не оценивайте, просто чувствуйте. А теперь послушайте свое дыхание. Как вы вдыхаете и выдыхаете. Никаких оценок. Только то, что вы чувствуете на вдохе прохладу, а на выдохе вы чувствуете, что выдыхаете более теплый воздух. Вдох и выдох. Ваше тело расслабляется. Вы вдыхаете в себя спокойствие. Выдыхаете из себя неприятные мысли. И вот этот внутренний монолог. Как вы себя сейчас чувствуете, Тамара? Так сказать, тело стало тяжелеть. Тело стало тяжелеть. Да, особенно когда концентрировалось на отдельных участках. Так как обмягчение какое-то происходит. Обмягчение. Согласитесь, именно это состояние предшествует засыпанию. Да. Потому что когда мы напряжены, мы как раз и не можем заснуть. А напряжение, оно зачастую является именно следствием наших психологических состояний, нашей тревоги, наших мыслей. Замечательно. Вот этот прием вы можете использовать, когда в следующий раз попробуете заснуть. Итак, Тамара, вы пока остаетесь в этом расслабленном состоянии, которое вам удалось получить. А я кое-чем вам еще помогу. Я пока уберу одеяло. И сделаю символический такой вот жест. А теперь попрошу вас встать там. Спасибо вам большое за терпение. Вы умничка. Вам спасибо большое. Дело в том, что психика человека – это неизведанная во многом еще территория и для психологов, и для медиков. Но известно одно, что наша психика очень любит символы. И область нашего мозга, которая отвечает за рациональное, за контроль, за обдумывание, она гораздо меньше развита, чем область, которая отвечает за картинки, за яркие образы, за иносказательность. То, что мы сейчас сделали, мы добавили вот такого символизма в нашу работу. Мы используем прием, который относится к технологии символ драмы психологической. И сейчас я вас, Тамара, попрошу взять условный этот символ. И что важно, ведь вы, как человек, Тамара, встали с этой условной символической кровати, так ведь? Ну да. А что-то осталось. Как вы считаете, что это может быть? Что мы здесь хотим оставить? Наверное, все переживания, нет? Все переживания, которые приводят к... Бессоннице. Да. Я вам дам сейчас фломастер. Пожалуйста, напишите. Переживание плюс бессонница. Переживание. Да. И бессонница. Спасибо. Если бы вы оставляете это здесь, в этой студии, домой вы пойдете уже без этого. Но чтобы это действие завершилось, чтобы не оставлять незавершенный, так называемый, гештальт, мы с вами положим еще эту бессонницу, эти переживания в нашу, ну, почти волшебную, хотя очень даже научно обоснованную черную коробку. Сложите этот лист, скомкайте его, может быть, вложите в это комканье, может быть, именно вот это прощание. Я оставляю тебя здесь. Скажите это. Я оставляю тебя здесь и все переживания, всю бессонницу, пойду домой спать. Замечательно. Убрали. И спрячем. Убираем одеялко и спрашиваем, что вы сейчас чувствуете? Ну, немножечко такая, как радость, я не знаю, облегчение даже. Радость и облегчение – это очень хороший признак того… Немножко плакать хочется, такое вот, какое-то легкое, полегче. Можете поплакать, это слезы во благо, если захотите. Присаживайтесь. Тамар, наш ящик не зря сделан черным. В психологии есть такое направление – арт-терапия. И вот один из разделов арт-терапии – это цветотерапия. Он о том, что те или иные цвета отвечают за те или иные изменения в нашей психике, помогают, ускоряют их. Так вот, черный цвет в данном случае – это цвет прощания. Когда мы с чем-то хотим попрощаться, лучше всего это положить куда-то в черное место. Потому что черное место – это ничто. Мы вот убрали, и наша психика именно так на это реагирует. Цветотерапия именно об этом говорит, что черный цвет может нам позволить проститься с чем-то, что нам не нужно. Тамар, я предлагаю вам вспомнить о тех эмоциях и мыслях, которые вы обычно испытывали, когда не могли заснуть. Помните, вы думали, да что ж такое-то, столько времени теряется зря. Так ведь? Да. Да. Могла бы время посвятить сну, и не получается. Да, именно так. Да. Но иногда бывает так, и это часть жизни, в принципе, любого человека. Может быть, не системная, как у вас, но у каждого человека случаются моменты, когда он не может заснуть. Вот в эти моменты очень важно попробовать ту проблему, которая перед ним стала, превратить в возможность. Потому что если человек не может заснуть, то, наверное, он может это время посвятить чему-то другому. Творчеству, работе. Книжку можно почитать. Так ведь? Ну, да. Помним, что гаджеты в сторону. И вот, видите, попытка сделать то, чего сделать не могу, приводит к тому, что напряжение эмоционально усиливается и ещё больше порождает бессонницу. А когда мы себе говорим, окей, я не могу заснуть, но я могу сделать что-то полезное для себя или своей семьи в это время. Как мы начинаем себя чувствовать эмоционально в этот момент? Ну, я пробовала. Замечательно. Конечно, этот инструмент... По легче, да, но всё равно как-то всё прямо сыпется. Не получается сделать то, что хочется. То есть читаешь книжку, получается, ты не воспринимаешь текст, потому что, наверное, от усталости или вот это всё равно желание-то спать, оно сохраняется. И вот здесь действительно очень важно найти именно то, что вы можете даже в таком состоянии сделать полезного. Вы видите, что как только вы нащупаете, что вы можете сделать полезного, интенсивность вот этих приступов бессонницы понизится. Вы возьмёте бессонницу как инструмент и начнёте её использовать в своей жизни, а значит, протеста эмоционального напряжения станет меньше. Собственно, сейчас я вам это и хочу предложить сделать. Вы человек творческий. И я хочу вам предложить слепить из этого пластилина что-то полезное. Увидеть какую-то полезную мотивацию в этой бессоннице. Как вы её можете использовать? Как вы считаете, полезное что-то? Какого может быть цвета? Ну, почему-то я про полезное подумала про цветок. Не знаю, чем. Он замечательный цветок. Мне полезен, но он вырабатывает кислород, он обогащает нашу жизнь красотой. Ну, выбрала бы я для него жёлтые лепесточки. Прекрасно. Можно, да? Пользуйтесь, да, лепите цветочек. Прямо как картинка лепите или сам цветок? Лепите, как вам комфортно. Тамара, нам не важно, что получится в смысле качества получившейся фигуры. Нам важна эмоция, которую вы вложите в эту фигуру. Розовенькую серединку. Розовенькую серединку. Замечательно. Может быть, зелёный листик ещё? Да, зелёный листик, стебелёчек. Как символ кислорода. Да. Чего-то живого. Да, но это опять арт-терапия, о которой мы недавно говорили. То, что сейчас сделала Тамара, это всё та же старая добрая арт-терапия, но сейчас у нас идёт этап замещения. На предыдущем этапе мы что-то забрали у Тамары. Да, то, что ей мешало, но это было неотъемлемой частью жизни в течение нескольких лет. Образовалось пустое место. Образно, но оно есть. И теперь это пустое место надо занять чем-то полезным. Тут очень важно слепить или нарисовать что-то, о чём человек имеет хорошее представление. И для Тамары этот цветок, который даёт кислород, красоту, это символ новой возможности. Это символ того, что в любой проблеме можно эту возможность разглядеть. И как показывают исследования жизни успешных людей, они именно этим и занимаются, когда ищут среди своих проблем возможности что-то улучшить в своей жизни. Возвращаемся, Тамар, снова к тому эмоциональному состоянию, которое вы чувствовали во время своих попыток заснуть безуспешных. Ведь там есть ещё и некое недовольство собой или своей жизнью, некая, может быть, обида на судьбу. Как так? Почему у меня бессонница, у других нет? И некий страх, что завтра я снова буду чувствовать вот это вот состояние тяжести в голове, что я буду не настолько эффективна, как хотелось бы. Так ведь? Да. Да. И вот именно это напряжение эмоциональное, именно эти отрицательные эмоции, они тоже вносят свой вклад в бессонницу. Потому что вызывают перевозбуждение наших нервных тканей. Сейчас я продиктую вам некий текст. Вы его, пожалуйста, запишите. А потом мы его обсудим. Я человек. В моей жизни могут быть трудности. Я могу страдать от бессонницы. Я могу завтра быть не такой эффективной, как мне хотелось бы. Но это не беда. Это задача, которую я могу со временем решить. И чем меньше я буду переживать из-за своей бессонницы, тем проще я буду засыпать. Есть ли у вас какой-то эмоциональный отклик на то, что вы сейчас записали? Да, я поймала себя на мысли, что и правда перед сном я думаю о том, что вот ложусь и думаю, вот сейчас я опять не смогу уснуть. И этим мыслям большое количество времени уделяется. Раньше я как-то не думала. Я думала, что я думаю обо всем, что только в голову приходит, но никак не о бессоннице. А когда писала, поняла, что да. Теперь вы можете думать новые мысли о своей бессоннице. Вы можете принять это как, к сожалению, но пока что часть вашей жизни, перестать против нее протестовать и разрешить себе ее испытывать. Вот когда человек разрешает себе испытывать трудности и проблемы, он как бы берет их. И когда мы что-то берем, мы можем это изменить. Если мы отрицаем свои трудности и проблемы, мы говорим, их у нас не должно быть, так со мной не должно произойти, это несправедливо, я не хочу, чтобы так было. Мы не можем взять и что-то из этого сделать, изменить, улучшить. Читайте эти строчки перед сном, разрешайте себе иметь в жизни трудности, и вы увидите, что этих трудностей, Тамара, станет меньше. Спасибо. Итак, у нас есть некая ситуация. Мы, находясь в этой ситуации, испытываем отрицательную эмоцию. Казалось бы, все просто. Вот она, ситуация послужила причиной нашего переживания. Однако это совсем не так, потому что в мире обязательно есть люди, которые в этой же самой ситуации испытывают либо гораздо меньше отрицательных эмоций, либо даже испытывают положительные. Отсюда вывод. Сама ситуация не является причиной для переживания. Ну, раз есть другие люди, которые в этой же ситуации переживают другие совсем эмоции, положительные, например. А что же тогда является причиной для переживания? Причиной для переживания является то, что стоит между ситуацией и эмоцией. То есть некое наше представление о реальности, в рамках которого мы эту реальность отрицаем, собственно, отсюда и произошло название отрицательных эмоций. Мы отрицаем что-то. Мы говорим, этого быть не должно. У меня не должно быть бессонницы. Я должна засыпать хорошо. И я обязательно должна завтра быть эффективной, бодрой и энергичной. Нет. Эти мысли ошибочны. Любой человек завтра может быть не бодрым, не энергичным, менее эффективным. И да, это состояние может длиться даже несколько лет. Но это не значит, что мы над ним не можем работать. И вот чтобы мы над этим состоянием работали, чтобы мы улучшали качество своей жизни, нам нужны силы. А люди очень часто свои силы тратят на переживания. На переживания того, что они в этой ситуации находятся. Поэтому, дорогие друзья, приводите свои ментальные карты, свои представления о реальности в соответствии с ней. Перестаньте ее отрицать. Примите ту жизнь, которая у вас есть. И тогда вы сможете эту жизнь поменять. Тамара, наша встреча сегодняшняя дала что-то вам? Да, дала осознать в том, что нужно менять свои мысли и свое восприятие реальности. Принять ее просто. Да, поспокойнее к ней относиться. Так уже случилось. Чего себя за это же еще и мордовать эмоционально. Извините уже за это слово. Да, да. Хорошо, как вы считаете, это ценное знание, которое вы сегодня приобрели? Да, конечно. Ну что, Тамара, давайте прощаться. Спасибо, что пришли. Помните, что вы не одна. Я с вами, я для вас. Психологи нужны для того, чтобы вам помогать. И молодец, что решились. Это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Спасибо. Не забывайте вот этот текст. И, конечно же, ваш замечательный цветочек. Возьмите его с собой, пусть он будет символом нашей встречи. Вспоминайте о нашей встрече по этому цветочку, глядя на него, и вам будет становиться легче засыпать. Хорошо. Спасибо вам еще раз большое за встречу. И вам спасибо. И за помощь. Спасибо. До свидания. Спасибо. Давно доказано, недостаток сна приводит к сбою всех функций организма. Поднимается артериальное давление. Нарушается обмен веществ. Страдает нервная система. Так что не зря говорят, что сон – это здоровье. Спите крепко и будьте здоровы. Слушайте психолога, чтобы потом не слушать психиатра. С вами был Михаил Хорс. Увидимся.